Если бы меня в детстве привели в такое место, мне кажется, я бы там умерла от счастья. Мы пока сидим, нас уже угощают дивочным в Манчелло. Объявляю вас лучшим и желаем. Вы понимаете, что это собака? Это акула просто. Всем привет, я в Питере. И только что я посетила Гранд Макет Россия. Сказать, что мне понравилось, не сказать ничего, я была в восторге. Если бы меня в детстве привели в такое место, мне кажется, я бы там умерла от счастья. Даже уже будучи взрослой, я не могла просто настичь идти. Там столько деталей, настолько все продумано, меняется день и ночь. Видны все сезоны, люди шевелятся, транспорт ездит. Это настолько интересно. Там просто, в принципе, территория не такая большая, но из-за деталей там нужно, не знаю, провести спокойно несколько часов. Это очень интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Мои прекрасные очаровательные подруги. Смотрите. Еще тебе прогулочку на фантере. Приехали прикусить питер с питерс, и здесь делают шаверму. И что еще? Здесь сидеть. В общем, такую шаверму нам принесли с брусничным соусом. В общем, какая-то, мне кажется, очень вкусная. Подтверждаешь? Самая вкусная морка в Фанкт-Петербург. Ну, будем пробовать. Мы зашли в заведение под названием Хагсбар. И фишечка, что надо обниматься. И мы попали очень удачно, потому что здесь два коктейля, чтобы нет одного. Такая акция. И что ты сказала в итоге? Сингапурский клинк. Ну, это тоже на основе джина. Джин, между прочим, самая быстро растущая категория алкогольного крепкого напитка во всем мире. Это, между прочим, он специалист по алкоголю говорит. Да-да. Все, такие милые коктейльчики. Я бы так понимаю, это заказала с собой, да? Поэтому у нас такие. Да. Ну, отлично нам сделали с собой коктейли. И так, здорово. Так. Ну, пока сидим, нас уже угощают сливочным лиманчелло по дедовскому способу. Человек одет, белый итальянец. Вот. Ну, ты пробуешь? Я пробую. Я пробую. А ты не челкаешь, ты укажешь. Я потому что не пью, а дегустирую. Я же за рулем. А я-то пью. А ты пей, да. Очень вкусно. И да. Ой, так вкусно, правда. Ну, вот так. Мне кажется, мы завтра к вам зайдем. В общем, на сегодня мы посидели, набрали с собой еще пути коктейлей. Бар, еще раз, называется Хакс. Мы вам рекомендуем. Ой, спасибо. Что в центре Питера продают чешские тордолоники. И смотрю, они пользуются популярностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вечер продолжается. Я покаталась на катере. Экскурсия заняла час где-то и стоила 600 рублей. Мне кажется, что это отличная инвестиция. Мы тут привстали. Привстали почему? Потому что здесь знак кирпич. Мимо нас постоянно приезжают машины. Объясните мне, как такое вообще возможно? У нас следующий день. У нас сегодня вечеринка. Весь день в белых штанах. Девочки, дайте я вам покажу. Это вот не сговариваясь. Так у нас сошлось все. Вот. И мы приехали сейчас на Петропавловскую крепость посмотреть. Погулять здесь немножко. Такие шикарные виды у нас открываются. Это не только крепость и парк, это еще и пляж местно-городской. Как сказали девочки, мне очень повезло. Не только потому что хорошая погода в Питере, а это большая редкость, как вы понимаете. Но еще потому что воскресенье будет праздник военно-мирского флота. И сейчас я могу показать вам огромные, внушающие опасения врагам военные корабли России. И буквально здесь же находится городской пляж. Везде, кстати, висят таблички, что купаться нельзя, но русского человека это не останавливает. Я вам сейчас покажу станцию МЧС. Находится прямо на воде. То есть, если у кого-то какие-то проблемы, то они очень оперативно выезжают и помогают людям вот так вот по каналам. Здорово. Мы заходим в Петропавловскую крепость. Много людей выходит почему-то как раз. Сначала они заходили. Но также много людей заходят. Все, мы зашли внутрь. Можете посмотреть исторический центр Санкт-Петербурга. Вот так вот выглядит. Вход, кстати говоря, свободный. Я могу еще рассказать, что если мы уйдем туда подальше, влево и вправо, там есть дома, в которых реально живут люди до сих пор. И все время предлагают тебе деньги, квартиры, чтобы они отсюда съехали. Но они не съезжают в центре Петропавловской крепости. Но там вот везде еще есть жилые драм-дома, в которых живут люди каждый день. Такой феноменальный Санкт-Петербург. Смотрите, какой оригинальный туалет в автобусах. Это девочки, где мы находимся. В ресторане прямо серого. Все, нам подали закуску, супы. Все очень вкусно. Да? Да. Я еще не покупала, но... Это один из самых больших торговых комплексов в Санкт-Петербурге. Построены специальные фасады под... Фасады низкого проспекта, чтобы он никак не выделялся среди состоянной архитектуры. Молодцы. Да. Московский вокзал. Поэтому здесь толку туристов с чемоданами, которые съезжают в гостиницу, дома и так далее. Но выглядит очень хорошо. Да. Доброе утро. Время 8. Я только проснулась. Идемте посмотрим на невесту. Она проснулась в 6.30. Всем привет. Ты же моя красавица. Я все проспала. Я была не красава. Ты такая красивая. Да. Я всегда такая. Ты выспалась? Конечно. Я же люблю просто приезжать домой в 12 ночи, ложиться в 2 и в 6 вставать. Все, приехали на дворце бракосочетания. Очень здесь красиво. Смотрите. На заднем плане озеро. Здесь церковь. К сожалению, сейчас не видно. И вот сам дворец. Место популярное, поэтому свадьбы здесь одна за другой. Вот мы сейчас пока ждем нашей очереди. И там уже вышли новобрачные. Субтитры добавил И. Великой. Великой. Прошу ответить, невеста, в Санкт-Петербурге ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас бушем и женой. Поздравляю! Как вы думаете, куда мы приехали? Мы приехали праздновать свадьбу. И смотрите, что у нас здесь за гости. Продолжение следует... Продолжение следует... Главное, когда на свадьбе у вас есть друг, который не бросит вас в беде. Так все за молодых. Господин президент, вы все не в курсе? У вас тут недалеко от ваших замечательных пенатов происходит такое замечательное событие. Валя и Карина, будьте же счастливы навсегда. Ура! Ну, огурчики, ну, грибочечки маринованные, а вот, пожалуйста. Это Оля и дядя Франтишин. Это очень близкие друзья моих родителей, которые мои старые родители. Мне очень приятно, что они приехали из другой страны на праздник, посвященный рождению моей новой семьи. Это великолепная леди, их дочь, с которой я родилась в один день. И мы прям дружим с детства. И мы мур-мур. И Наташа приехала ко мне из другой страны. Кто-то здесь вообще так, все завязано очень серьезно и очень непонятно. Даже никто не может разобраться, что же здесь происходит. Грюс, а... Это же еще... Горька! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок В общем, пока мы сейчас будем искать невесту, то здесь у нас происходит такой шикарный закат. Посмотрите, это ли не романтика? Сколько человеку надо для счастья? Хорошая погода, красивая природа, красивые молодожены. Счастливый ребенок. Да. Буквки love на закате. Это счастье. Счастливый ребенок. Классные, вообще сумасшедшие, безумные, вообще обладенные. Безумно вас любим. И желаю вам, чтобы ваш добрый месяц был настолько слад, чтобы у вас слиплось все и везде. Очень люблю. Карин, ты моя кармическая сестра, тебя обожаю. Я счастлива, что ты выбрала такого мужа, как Валентина. Это, мне кажется, самое лучшее. Это получается ваш кармический свояк, да? Да. Ребята, а жени тоже привет. Мы идем воровать гусей или баранов. Мы еще не выяснили. Мы ищем мистера Грея. Я была бы очень рада сказать, куда они пойдут, но я не знаю. Вот, смотрите, запустили баранов. Вы настоящие бараны. Мы рядом с Питером. И смотрите, что происходит. Бараны бегают. Все, у нас есть победитель. И вон победитель ходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Наш самый популярный ведущий, самый лучший, самый дорогой. 100 евро, два дня. В общем, праздник. С диджеем. Ребята заказывают. У нас следующий день после стадии. Мы приехали к нашим родственникам на дачу. Сегодня будем здесь. Здесь очень хорошо. Сосновый лес. Березу я вижу из окна. Прям настоящая Россия. Сылай, замри. Замри. Вот тебе такой шлиф. Шикарный. Смотрите, он смеется. Смотри, зато можно делать, что хочешь. То есть, ты подходишь к нему. Ну, в принципе, что допускала такая собака вот к себе такого поведения пренебрежительно, это как бы не допускается. А это все могут или только ты? Нет, это только он так может. Нет, ну смысл... Что, сумереть? Нет, ты можешь его тоже трогать. Нет. Ничего себе. Ну, понимаете, что это собака, это акула просто. Это собака-акула, но вот с ней можно вот так вот делать. Да. Да. А теперь смотри, можно. Значит, это баня. Баня здесь под всеми есть всякие разные варианты. Есть такая-такая, топится вот этими дровами. А мы тоже будем с ними париться сегодня? Очень будем вот этими. Это велики Анечкины, очень смешные, с корзинами. О, такие красивые, прям Италия настоящая. Да, 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 по этому типу. Вот, пойдем. Здесь, кстати, есть лисы. Лисы прямо на территории? О, бабочка пролетела, бабочка. Вот это беседка. Ничего себе. Да. Мы еще не даем до конца, да? Ой, ну, красивая беседка. Это вот дикий лес. Я понимаю, да. То есть вот здесь вот почему сделана эта пленка, потому что вот были вот такие случаи, когда продолжали там всякие тренинги. Например? Ну, лисицы те же там, еще кто-то. Они закрыли пленкой, чтобы не было допуска. Ничего себе. Лежики. Кто там еще? Ну, всякие разные. Да. Вот, здесь еще много грибов. Угу. Прям на территории? Ну, на территории тоже. Выращивают? Да. Это цветочки, видишь, как вот даже, смотри. Да, ничего себе. Ой, собака видит. Вот, ну, что еще ты мне интересно расскажешь? Так. Значит, здесь скважина, по-моему, метров сто в глубине, из которой идет минеральная вода. То есть водопровод, ну, и всякая остальная. То есть они пользуются именно вот этой скважиной, которая вот настрелилась. Угу. Дом, ну, ты видела, что в архитектуре, ты понимаешь, там прилагались всякие, было, по-моему, 3 или 4 дизайнера, которые занимались этим домом. Ну, и ландшафтники тоже, естественно, которые прорабатывали. Но еще до конца ничего не доделала, потому что недавно-недавно совсем сколько начали вот его, именно ландшафт, мы сейчас про ландшафт говорим, то есть его начали разрабатывать. Вот. Что тебе еще? Полных много. Так все хорошо. Продолжение следует... Сто лет я не была на Финском заливе. Воняет жутко. Вот. Но вода красивая. И очень... Для фоток было бы идеально, потому что обычно он ищет хоть что-нибудь, чтобы находилось в воде, какой-то там камень. А здесь этих камней просто тысячи. Семь лет приехала в город, где родилась. И, по моей памяти, сейчас смотрится все немножко меньше. Но очень радует, что весь город просто пределы на ремонте. Абсолютно весь день даже негде погулять. В преддверии праздника дня города. Вот памятник 200-летия города. Вот он стоит впереди. В 1777 году. Город у нас курортный. Рядом анатория, дома отдыха. Вот. Так что такой маленький городочек. Мы пришли в мою любимую пирожковую. Сюда, когда влоги, я обязательно туда захожу. Мы накупили много всяких пирогов. И вот это пирожки у нас с капустой. Пирожки, если вдруг вы не русские, это национально-российские. Да. Все. Пять звезд. Пять звезд. Пять звезд. Всем рекомендую. Мы приехали на лодочную к моему дедушке. Он у нас король лодочной. Озеро Толония. Сейчас возьмем... Никитка уже не мог дождаться. Сейчас возьмем катамаран, покатаемся. Людей много. Сегодня солнечный день. Прям как вернулось на 20 лет назад. Пап, ну что, может поработаешь у дедушки немножко на лодочной? Может поработаешь у деда немножко на лодочной? Вспомнишь молодость? Сказать? ��이. Пряменью. Айн или. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok